Всем привет! С вами Сергей, проект Помд. Сегодня я хочу рассказать о книге из серии легенды хоррора. Это сборник рассказов, который называется «Холодная рука в моей руке». Автор Роберт Эйкман. Очень сочная, классная обложка. Я вам напоминаю, что здесь очень шикарно издают ужасы, издают мастеров ужасов, тех, которые уже стали легендарными. Эйкмана я до этого не читал. И это специфически запоминающийся автор. Если вы помните, я на трансляции вам рассказывал про рассказ «Мечи», когда главный герой пришел и увидел, что какое-то странное событие происходит в шатре, какую-то девушку протыкают мечами, с чем это связано, все такое непонятное было. И на самом деле последующие рассказы, их тут довольно много, они все оставляют такое послевкусие, знаете, прикоснуться к чему-то неведомому, прикоснуться к чему-то непонятному, к чему-то странному. Например, есть рассказ, который ведет девушка в форме дневника, и мы потихоньку понимаем, что она, к примеру, вампир, то есть со слов вампира ведется объяснение, но все так намеками, какими-то историями, скользь-скользь. То есть вообще тут такая фишка у автора, он нагнетает атмосферы, и внезапно там оп-оп-концовка, и они обнаружили труп там такого-то героя, и все, и все разъехались там по домам и так далее. То есть очень специфические произведения, в том плане, что не классический сюжет от начала там до конца, а обычная какая-то зарисовка с непонятными событиями, ты сидишь и гадаешь, ну а где тут мистика или что здесь ненормальное. К примеру, приют, главный герой ехал, там бензин у него заканчивается, смотрит какой-то приют, здание, и там как-то все по-странному общаются, говорят, что это за здание, то что привидения что-то какие-то или что-то такое вот, специфическое все, но все еще заканчивается буквально, то есть надо где-то додумывать, где-то надо просто получать послевкусие от романа, то есть ты идешь такой, тебе все не рассказали, все оружие не выстрелили, или ты только идешь и думаешь, а что это только что было, а о чем, собственно, было это произведение. Но факт в том, что он оставляет все равно какие-то трудные души трогает, какие-то недосказанности, какие-то, знаете, непрямые ужастики там, как вот в фильмах есть, когда громкий звук там тебя пугает или страшным лицом, здесь как-то пугает больше атмосферой, событиями, здесь все такое, ближе, наверное, к какие-то рассказы прям там, к, я не знаю, наверное, 1870-е годы я бы отнес события, да, потому что там такие все медленные, такие, знаете, тягучие лондонские романы, я бы так еще сказал, то есть тут некоторые рассказы именно в такой форме подаются. Тут их много, то есть вот Мечи, Истины, Путь к церкви, когда, например, странная процессия проходит под окном, и куда, что она означает, на нее почему-то нельзя смотреть, вот. Из некая юная девушка, я про это вам сказал, про приют довольно странный, тот самый пёс встречи с мистером Миллером, когда странный человек снимает квартиру, к нему постоянно ходят какие-то гости, какие-то люди, какие-то звуки происходят, и, ну, довольно необычно, кто же этот сосед на самом деле окажется, и смотритель часов. Все рассказы, знаете, не прямолинейные, их даже не получится пересказать, потому что они тут такие тягучие, они тут такие атмосферные, без четкого ужаса, прям без четкого, что вот это зло, или вот это плохое, или тут какое-то паранормальное что-то. Здесь где-то намеки, здесь где-то повиснет в воздухе вопрос, ну, все такое вот специфическое. Вот такой получился Роберт Эйкман, «Холодная рука в моей руке», «Легенды хоррора» серия, читайте хорошие книги. С вами был Сергей, проект ПО. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова